МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадо-компании Гомель. У студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. 80 славных годов сегодня у Гомеля проходят урочистости с нагодой юбилея региона. Выборчая кампания набирает обороты. Стартовал самый активный ее период – агитация. Специалисты будут сломать нормы декрета номер 7 в каждом районе в области. Сустречи запланованы на лютый и соковик. Службы и ведомства подводят выники работы за минулий год и вызначаются с приоритетами. Сегодня отбылся коллеги прокуратуры и регионального комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродя. А зараз об этом иншим больше подробязна. Сегодня у Гомеля урочисто отзначили в 80-ти годе региона. С этой нагоды Жехару Гомельщины повиншовали областный выканавчий комитет и областный совет депутатов. Это юбилей у васабляя перемогу здесь нене и добрых справ на карысть родной земли, дозволяя у полной меры отчуть гонор за выники працы многих поколений у людей. Гомельская область, дякаучи своему размящению, за усёды была в Центре гисторичных падей. У яе летописи шмат уникальных сторонок. За 80-ти годы уже Хары в области унесли достойный уклад во умоцевание потенциалу региону и всей краины, говорится у Виншаванни. История и сучасность. У Материале Олега Синцюрова. На протягу 20-го года статус Гомеля изменялся не одно, чем до 1919 года повятовый город Могилёвской губернии, потом центр губернии Гомельской, с 1926 до 30-го центр Гомельской округи. На протягу никаких наступных годов у Беларуси были только районы, а для развития промысловости и аграрного сектора примусило шукать новые формы администрационного деления. 15-го студеня 1938 года была створена Гомельская область. Напевно, один администрационного будинку, где в 1938 году разместился Абл, в оконкам не было. Помешкание у них опало, и разные службы первопочатково знаходились в разных хутках города. Частка работников разместилась в будинку Блога городского банка. Ненавито вот по этой лестнице, и они шли в свой службовый кабинет, как почать первый працонный день. За 80 годов Гомельская область пришла значный шлях. Сегодня это самый буйный промысловый регион краины. Только за последние 7 годов объем промысловой вытворчести и продукции сельской господарки увеличился у двоя. Розничный товарооборот взрос в 5 разов. Реализованы широк буйных инвестпроектов. Завешена модернизация древо-прострочных предприемств. Суровезная реконструкция пришла на таких промысловых гигантах, как БМЗ и Мазырский нафтоперепрострочный завод. Конечно, для меня, человек, который работал в 2000-х годах, когда вся экономика была развалена, мы создали сельмаш, выстраивали нефтеперерабатывающие заводы, выстраивали в целом экономику. В то время главная была основа, которая заложена, было развитие области, сельскохозяйственный блок, наш Гомсельмаш, который мы модернизировали в короткий промежуток времени благодаря поддержке президента страны. Все это дает результаты. Безусловно, для экономики любой нет постоянного стремления вверх. Есть определенные спады. Это не страшно. По крайней мере, за последние 2-3 года такой спокойного развития экономики есть в области, дают свои результаты именно то, что мы имеем за прошлый год. Экономика лидер, чувствует себя очень хорошо в инвестиционном поле, очень хорошо в технологическом плане подготовки. Значными можно назвать досягнение и в аграрном комплексе Гомельской области. Работа хлеборубов у сполучения с выкористанием навыковых досягнений вывела регион на стабильное урожай сборжа больше около 1 миллион тонн. Высокими темпами, нарушивая объемы в творчестве, живела гадовчая голена. Усмасняется материально-техническая база. Только за прошлые 7 годов реконструированы и модернизованы больше 700 аграрных объектов. И этот процесс протягивается. Модернизация проведена, она работает сегодня. Кроме этого, одна область за счет бюджета области еще продолжает строить помещение, которое будет проносить продукцию. Так что это на постоянном контроле Владимира Андреевича находится. Я думаю, без этой модернизации у нас бы этого результата не было. Бадай, самая приемная частка врачистого схода – урочение у Знагород. За значный уклад во умоцовании беларусской державности и у совести с 80 годем дня утворения Гомельской области, представникам региона объявлена подяка президента Беларуси. Знагода юбилейной даты предудержена так само в вылучение со сортков резервового фонда президента одного миллиона беларуских рублев, и они будут накерованы на завершение в этом году выдавництва блока плаванных бассейнов у ВЕЦ. Шесть представников Гомельской области отремливают гоноровые грамоты Совета Министров. Скорее 200 человек узнагороджены гоноровой грамотой Гомельского Абрул-Канкама и областного Совета Депутатов. Вся рода тех, кто поднимается на сцену областного Громадско-культурного центра, былые керуньки в области и республики, герои социалистичной працы, люди, які штуденно, сумненно выполнять свои обовязки. Гомельщина хорошая с каждым годом, очень прилично подтянулись небольшие районы, это невзирая на достаточно сложные условия, природно-климатические последствия Чернобыля и так далее. А если сказать проще, то здесь очень хорошие люди, очень трудолюбивые люди и, конечно, вот они с душой относятся к своему делу. Поэтому, безусловно, я приезжаю как к себе домой, очень приятно видеть знакомых людей и самое главное, что эти люди делают достойный результат. Поэтому я уверен, что это, как говорят, все в надежных руках. Юбилейный для Гомельской области 2018-й год запомнится его же храм шергом самых разностранных мероприемств международного и республиканского УЗРОНЮ, фестиваль хореографического мастерства Сорский Карагод, фестиваль этнокультурных традиций Клич по лесу, фестиваль народного ГУМБРУ. Дата ГОЖ сегодня-то будет урочисто значена и такая важная дата у Леси региону, как 75-е годовина вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Алексей Нтеров, Валерий Капанько, телерадо-компания Гомель. У Беларуси стартовал черговый этап выборчай кампании. Зарегистрованные кандидаты распачали агитационную работу. Претенденты мают макчимость выступать у сродках массовой информации и знакомить выборщиков со своими программами под час пикетов. Агитация протягнется до 17 лютого. Основный день голосования – 18 лютого. У Гомельский областный совет депутатов 28-го скликанья першопочаткова вылучилася 159 кандидатов. Усе умов регистрации пройшли 147 з'их. Девяти было адмовлено, три – адазвали заявы. У середним на место у Гомеля облсовете прытындует 4 человеки. По сферах деяности кандидатов переважают будавничий, промысловый и транспортный секторы экономики. На другим местам – аддукация, культура, навука и охова здоровья. Колькость жанчином – 26 процентов. Громадян молодец за 30 годов – около 7 процентов. По гендерному признаку, в принципе, те же самые цифры, которые были на предыдущих выборах, особо нет. Активностью пользуются и политические партии в этом году как-то более активно участвуют в эти выборы, имею в виду. Супрацовники Гомельского облывы канкама будут сломачать нормы декрета номер 7 у каждом районе в области. Со встречи запланованы на лютый и соковик. Нагадаем, 26 лютого начнет дейничать декрет президента номер 7 об развитии предпринимательства. И он предуглеживает саморегулирование бизнесу и сводит до минимума умешание державных органов в предпринимательскую деятельность. Супроводжают декрет еще несколько нормативных актов. Кировство державы поставило задачу перед мясовыми выканавшими органами проводить максимальную работу по отлумачению новых правилов бизнесу. В Гомельской области создана рабочая группа. Она утверждена председателем Гомельского облсполкома. И 14 февраля мы начинаем активно работать во всех регионах по информированию и разъяснению. До этого времени вы можете обратиться напрямую к нам либо же в органы, которые осуществляют данные процедуры либо контроль. Изменшение колькости забойствов и тяжких телесных пошкоджений. У прокуратуры Гомельской области сегодня подвели летние выники деятельности и огучили приоритетные накерунки работы в этом году. С криминогенной ситуацией ознайомились наши корреспонденты. Ширая размова об криминогенной ситуации и иснующих проблемах. Виновата так, вызначили формат коллегии прокуратуры Гомельской области. Коли мерковать по основных показчиках, ситуация с оправды не самая горшая. Управнение с 2016-м. Зменьшение колькости забойствов больше, как на 4%. Тяжких целесных пошкоджений у Воголя на 30. Это тоже результат той профилактической работы всех субъектов профилактики, в том числе органов прокуратуры. Я думаю, это вот самый главный показатель. Мы сберегли жизни наших граждан, и они в меньшей мере пострадали от преступлений. Но есть вопросы, которые сегодня нас беспокоят. В частности, у нас, к сожалению, рост самоубийств произошел в области. В зоне особливой уваги в этом году Реческий район, где криминальная ситуация, поколь, выкликая у прокуратуры заклопошенность. В ближайший час тут будет проведена областная координационная нарада с уделом простовников органов улады и силовых структур, на якой будут выпрасываны конкретные меры по снижению у зровня злочинности. Проблема, якая тычется у сей в области, на умысные подпалы. А вдруг злочинца угорыть у сё? От дорогих машин до жилых домов. За этой нагоды прокуратура мая намер проанализовать судовую практику по гэтым вид злочинствам и узмацнить профилактичную работу. Так само у якости профилактики на улицах и площах городов региона протягнется установка камер беды и назирания. Это соединяющая сменшению выпадков хулиганства. Их больше по спеховому раскрытю. В уголе гэтыго для работников прокуратуры легким не будет. Значная увага будет надаваться контролю за ситуацией в Узбройных силах. Отповедные проверки на территории Гомельской области уже идуть. Порушение по куль не выявлено. Плюс работа с предприемствами по ликвидации дебиторской запозиченности. Проблема неразликов у некоторых выпадках настолько серьезная, что может реально погрожать финансовому стану некоторых субъекту господарения. Обраща таго, гэты год у прокуратуры республики обвешаны годом районного прокурора. Эффективность деянности районного звена у Сибакова проанализуюсь и при необходности унесуть коррективы. Пожалуй, на первом месте это внутренняя дисциплина. Безусловно, вопросы борьбы с коррупцией будут также не упущены. Причем основная составляющая будет направлена на профилактику коррупционных правонарушений. Есть определенные проблемы в надзоре за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. Нас беспокоит гибель несовершеннолетних и в целом граждан в Гомельской области в результате дорожно-транспортных происшествий. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Валерга Панько, телеродокомпания «Гомель». Выники работы за минулий год сенья подвели так само в Гомельском областном комитете природных ресурсов и оховы Новокольного Асяродзя. Посаджение означали у наместник министра природных ресурсов и оховы Новокольного Асяродзя Александр Корбут. Подводячи выники за 2017 год керавництво комитета звернуло увагу супрацовников районных службов на недостатковую работу по наведении парадку на земли. Удельники состречи означали и слабую эффективность у работе по рекультивации полигонов для бытовых отходов и недостатковый контроль за наведением парадку на водоохонных территориях. Все лето областный комитет плануя распрацовать шарах мер по укоранении водозворотного забеспечения, недопущении дренной очистки стековых вод, покидание без нагляду былых сведровин. Так само плануется Большпиль насадшит за работой котельни у предприемства жилево-коммунальной господарки. Вопросы, которые необходимо будет решать, в том числе связаны непосредственно с работой промышленных предприятий, с теми проблемами, которые на сегодняшний день есть в Гомельской области в этом направлении. Но мы надеемся, что 2018 год позволит нам решить вот эти задачи. Понятно, что большая задача это все же у нас является отходы, отходы не только от производства, а от коммунальной отходы. Паромная переправа Праспрыпять в Житковицком районе будет организована в Саковику. Комиссия, створенная загадом Министерства транспорта и коммуникации, разглядела способы забеспечения руху до момента обновления пошкодженного моста. С уликом интенсивности дорожного руху и параунанне кошту разных вариантов, принято решение уладковать паромную переправу. Выдатки на яе в разы меньше, чем на будавництво автомобильного моста. Зараз проводятся работы по будавництве подъездной дороги. Пачата переобстолевания несамоходных барж для выкорыстания уякости парома. Плануемое местость будет складать до 30 автомобилей. Паром будет перевозить и грузовый транспорт. По коль же людей с берега на берег доставляют катеры. Обминулым сучасности и будущим ишла говорка по час открытого диалога. Мероприемство присвятили 80-е годовение с основания Гомельской области. Размова проходила в Гомельском дзержу университете имя Франциска Скарыны. Сторон их истории в области сучасные социально-экономичные обставины. И вядома ж будущиня. Студенты разом с экспертами, среди которых были представители органов УЛАДы, Музея Палацево-Паркового ансамбля, выкладчики ВНУ обмерковали, с чем Гомельская область подошла до своего юбилея и что ждет ее дальше. Метовая аудитория открытого диалога молодь уже зараз доказывает, что будущиня региона в надейных руках. Працевитесь, креативность, необъяковость и повага до истории. Рисы сучасных молодых людей. Молодежь сегодня, зная историю, понимая, сколько талантливых людей взрастила Гомельщина, которая сегодня реализует себя не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Вот это все нужно знать для того, чтобы быть устремленными в будущее. А что касается строительства, то молодежь сама доказывает своими руками, в том числе, что она готова сегодня строить будущее, строить красивую страну, красивый регион. Ближайшая падея, якая поуплывая на будучыню региона, выборы депутатов мясовых советов, якие отбудутся 18 лютого. Перед початком открытого диалога отбылась акция «Молодь выбирая». Студенты покинули свои пожадания будучим депутатам. У Беларуси повысили заработную плату спортсменам и тренерам. Постановой Совета Министра уповеличены помер повышения тарифной ставки в среднем с 85 до 300 процентов. Документ приняты в метах выполнения доручений президента, даденных на Олимпийском сходе Национального комитета Беларуси. Узровень заработной платы в национальных спортивных командах в среднем вырастя на 80 процентов альбо на 490 рублёв. Унитарное предприемство ВИПР означает сё лета юбилейную дату. 70 годов дня запуску вытворчасти миновала. За таки долгий час основания были и уздымы, и кризисы. Сегодня предприемство вышло на прибытковый режим работы и сдавать позиции тут не сбираются. Планы были огучены на святочном концерте, что отдувся напереды дни у Центры инклюзивной культуры. Сегодня на предприемстве працует больше, чем 350 человек, свыше 200 инвалиды по слуху. Передвековы творчасти, а так само активистов культурного и спортивного життя региона означали дипломами и премиями. А кроме того, было подписано погоднение в супрацовничестве с Центром инклюзивной культуры. Теперь тут, как и в часы основания Дома культуры ВИПРа, будут оказываться послуги для операционных предприемства и их семья. По словах Керауниства, огольными силами и с такой допомогой можно добиться многих высшей. По сравнению, как мы работали в 2015 году, за 2017 год у нас появилась прибыль. Предприятие стало работать без убытков. Есть прибыль по реализации, чистая прибыль. И мы увеличили практически объем производства за два года в два раза. То есть, начинаем возвращаться к той былой славе ВИПР, когда сюда было трудно даже встроиться на работу. «Музыка дорыть здоровье» — уникальный проект. Под такой назвой реализуют Гомельские городские оркестры и областная психиатричная больница. Музыканты и урачи выросли на справе проверить навыковую гипотезу про то, что классическая музыка оказывает терапевтический эффект. Пациентам больницы пропоновали курс музыкотерапии. Он складается с 5 сеансов, каждый из которых, по сути, з'является концертом. Музыканты Гомельских городских оркестров на протягу годины выконвают классические творы. Лечится, что классическая музыка у живым выполнения оказывает наибольший уплыв на стан человека. Тлумачится это тем, что ритмы классической музыки и человеческого сердца супадают. У хвилину это приблизно 60-70 ударов. Тому организм живо отгукается на вибрационную частоту музыки, которая способна достигать глубоких тканин, стимулировать кровозворот и вплывать на стан здоровья. Это психотерапевтическим методом поспехово корыстаются в многих краинах света. В Беларуси же это первый подобный проект. В планах артиста провести подобные сеансы и в инших установах оховы здоровья региона. Наши пациенты, которые приходили в прошлый раз на концерт, они многие заметили то, что их состояние, ну, как минимум на одну ступеньку стало выше, что они стали спокойнее, лучше спать, и уровень стресса, их субъективное ощущение стресса, оно стало меньше. Музыка способна лучше состоянии не только психологическое состояние человека, эмоциональное, но и его физическое состояние, поскольку она вызывает, музыка вызывает определенный резонанс, она имеет ритм, она имеет переходы звука от громкого к низкому, и это вызывает определенные изменения в органах и структурах человеческого тела. Я считаю, что людям это действительно помогает. Это прекрасное дополнение к медикаментозному лечению, а люди не только получают расслабляющий эффект, но и они успокаиваются, подходят, благодарят за то, что мы для них сделали. Для них это очень важно, для них это необычно, и я очень хочу продолжать эту практику. Самую пригожую беларуску шукают по всей краине. 26-го студента у Гомеля отбудется областный отборочный этап национального конкурса «Мисс Беларусь-2018». У центра «Хрустальная нимфа» запрашают незамужних беларусок от 18 до 24 годов, роста мне ниже за 174 см. На кастинг треба приходить без макияжа, с собой варто взять туфли на абсасах и купальник. И мя самой пригожей девчонки краины станет вядома в мае. И на концы выпуску коротко про надворье. У ближайшие дни в регионе похолодает. Завтра в день температура поветра снизится до 4, в ночи до 5 градусов мороза, а падков не чекается. Подобный характер надворье заховается и в ближайшие дни. До 6 градусов мороза чекается в Сираду, а вот в другой полове ты дня знов прогнозуется отлига. На этом выпуск завершенный, усяго вам доброго и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова